Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня, дорогие друзья, на дорогах Тверской области действуют более 100 комплексов автоматизированной фото-видеофиксации административных правонарушений. Помогает ли эта система сократить количество ДТП? И как обжаловать постановление по делу в случае несогласия с назначенным наказанием? Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло с Жанной Владимировной Глазковой, временно исполняющей обязанности начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области подполковником полиции. Жанна Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, что в настоящее время представляет из себя региональная система автоматизированной фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения? В настоящее время система автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения на дорогах Тверской области и города Твери включает в себя 102 рубежа автоматического контроля, 26 из которых функционируют на федеральных автодорогах М9 «Балтия», М10 «Россия», 43 на дорогах регионального значения, в областном центре 33 комплекса и 12 передвижных комплексов на базе автомобилей «Лада Ларгус». То есть охватывает практически всю область. Это не только областной центр, федеральные дороги и перепадает, что называется, районом. Совершенно верно. Кто устанавливает комплексы, кто ответственен за это? Система автоматизированной фиксации является собственностью правительства Тверской области. Соглашения по использованию на территории региона на коммерческой основе с привлечением консессионеров средств автоматизированного контроля не заключались, поэтому складывающееся у некоторых участников дорожного движения мнение является ошибочным. Передвижные комплексы автоматической фиксации выставляются сотрудниками созданного два года назад Государственного казенного учреждения Центр организации дорожного движения. При этом места их установки определяются на основе анализа аварийности сотрудниками госавтоинспекции. По этому же принципу осуществляется установка стационарных средств автоматизированной фиксации. То есть практически задействованы все службы, именно государственные службы, насколько я поняла? Совершенно правильно. Скажите, какие комплексы бывают? Вот мы часто видим на дорогах, это установленные вот или на столбах, или подвешенные где-то на проводах, да? Видим машины стоят, какие-то треноги. Что это такое и как различить что и что? У нас комплексы бывают мобильные и стационарные. Стационарные – это, естественно, те комплексы, которые закреплены на каких-либо опорах. Мобильные комплексы – это комплексы, выставляемые в край проезжей части на треногах, либо на базах автомобилей. В нашем регионе таких 12 передвижных комплексов на базе автомобилей «Лада Ларгус». Я помню времена, когда вот только-только появлялись, кстати, уже давно, да, сравнительно давно действуют эти комплексы на территории Тверской области. Центр автоматизированной фиксации образовался 10 лет назад. В этом году, 1 октября, у нас был юбилей. Уже 10 лет как фиксируются административные правонарушения на дороге. Я помню, как только появились вначале вот эти вот какие-то непонятные такие сооружения, некоторые водители пытались даже бросать камни в них, только бы они ничего не снимали, не фиксировали. Были даже, было такое, кто-то пытался украсть там, останавливал, что-то вот как-то искали, устанавливали, да? У нас сейчас встречаются случаи вандализма над нашими комплексами. Их расстреливают. До сих пор? До сих пор. А какие нарушения в основном фиксируются на территории как Твери, так и региона? Использование специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, осуществляется фиксацией таких видов нарушений правил дорожного движения, как превышение установленной скорости. Это 90% от всех зафиксированных нарушений. То есть превышение скорости фиксируется чаще всего? Да, это основное нарушение. Фиксируется также проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение и требование остановки перед стоп-линией, при включении запрещающего сигнала светофора, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, выезд на нарушение правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Также фиксируется непредоставление преимущества движения пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, остановка, стоянка транспортных средств в зоне действия запрещающих знаков. Вместе с тем хочу отметить, что данный перечень фиксированных комплексами административных правонарушений не является исчерпывающим. Разработчиками систем автоматического контроля постоянно вносятся изменения в их программное обеспечение, что позволяет расширить перечень составов административных правонарушений, выявляемых в автоматическом режиме. Вот странно, Жена Владимировна, но вы сказали, что выявляется в основном больше всего, да, превышение скорости. Хотя ведь то, что здесь стоит комплекс автоматической фото-видео фиксации, водитель предупреждается, да, об этом. Заранее водитель знает, что это стоит, и всё равно он превышает скорость. Хотя есть возможность притормозить, да? Совершенно верно, да. В местах установки стационарных комплексов фото-видео фиксации в обязательном порядке устанавливается знак 823 от табличка фото-видео фиксации, которая и предупреждает водителя о том, что впереди установлен комплекс, что находится в зоне действия комплекса. Это не как рояль в кустах, когда неожиданно, вот никто меня не предупреждал, об этом, может быть, часто говорят. Вообще говорят так люди в своё оправдание, что мы не знали, что здесь установлен комплекс. Конечно, говорят. Люди находят любые отговорки, чтобы уйти от ответственности. И я посмотрела, что фиксируется, то, что вы перечислили. Это, как правило, в областной столице на перекрёстках устанавливаются эти камеры, да, стационарные комплексы, потому что это переход дороги пешеходами, это светофоры, это встречное какое-то движение, да, где надо всё как следует объехать. В основном установлен у нас стационарный комплекс, магистральные перекрёстки города Твери, а также комплексы установлены на нерегулированных пешеходных переходах, где очень часто бывают дорожно-транспортные происшествия, связанные именно с наездом на пешеходов. Да, когда пешеход переходит дорогу, в одном ряду автомобиль остановился, как классика жанра, в другом продолжает ехать, или пешеход переходит дорогу в неположенном месте, здесь такие бывают спорные вопросы. Это вот как раз тот самый принцип, ещё раз повторим, по которому устанавливаются комплексы. Наиболее аварийно опасные участки, да, и если это федеральная трасса, то, опять же-таки, контроль скорости. Да. А помогают ли комплексы в раскрытии административных правонарушений в области дорожного движения? Часто, наверное, раскрывается с помощью этих комплексов преступлений, ведь фиксируется всё, работают круглосуточно они? Комплексы работают круглосуточно, информация на сервер поступает круглосуточно, естественно, сервер АПК «Поток», который установлен в нашем центре, он позволяет, помогает раскрывать преступления. Мы можем отследить прохождение автомобиля по всей территории нашего региона. И в частности, наверное, раскрываются преступления, связанные с тем же угоном автотранспорта, да, ведь видно, где машина прошла, да, какой рубеж она проходит, так, чтобы нацелить все дежурные экипажи. Конечно. Уважаемые друзья, сейчас прервёмся на небольшую рекламу. Напоминаю, что в эфире программа «Тема дня» с вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня Жанна Владимировна Глазкова, временно исполняющая обязанности начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Не переключайтесь. Ещё раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». С вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня Жанна Владимировна Глазкова, временно исполняющая обязанности начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Жанна Владимировна, мы сегодня говорим о комплексах фото-видео фиксации административных правонарушений на дорогах Тверского региона. А если водитель приезжает в Тверской регион из другой области, как ему узнать, что именно в этих местах находится камера фото-видео фиксации? Сведения о местах установки стационарных и передвижных комплексов автоматизированной фиксации являются публичными и открытыми. Любой желающий может с ними ознакомиться на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции, где размещена интерактивная карта Российской Федерации. Необходимо только вам выбрать интересующий вас регион. То есть, если человек, допустим, из Ленинградской или из Мурманской области приезжает к нам в Тверской регион, он заходит на сайт и внимательно просматривает свой маршрут, по которому он поедет, и смотрит, где там установлена камера, да? Да, совершенно верно. Заранее может всё просмотреть, подготовиться. Существуют ли какие-либо автомобили, на которых наложено табу? В каком смысле? Что, ну, проехал этот автомобиль камеру видеофиксации, нарушил он правила дорожного движения, но к нему никаких санкций, к этому автомобилю, к его владельцу не применяется? Вот народ спрашивает. Возможно, это депутат Государственной Думы? Такого перечня, конечно, нет. Таких автомобилей быть не может. Все равны перед законом и судом. Принцип правенства перед законом у нас является одним из постулатов Конституции Российской Федерации. Скажу больше, что сотрудниками центра реализован механизм привлечения к административной ответственности собственников транспортных средств, зарегистрированных за пределами Российской Федерации. Кроме этого, возможности системы фото-видеофиксации широко используются сотрудниками ДПС для выявления транспорта, на котором установлены подложные государственные регистрационные знаки, транспортных средств, которыми управляют лица, лишённые права управления, а также транспортных средств, в отношении которых регистрация прекращена. То есть практически всё фиксируют, но не всё, но очень много фиксируют вот этот комплекс. От ответственности не уйти. А бывают случаи, что вот человек нарушил, он знает, что нарушил, что его зафиксировали, и каким-то образом, пытаясь уйти от ответственности, что-то меняет в своём том же самом регистрационном знаке, чтобы сказать, нет, это был не я, и машина не моя. Да, такие водители у нас до сих пор встречаются, которые производят изменения своих государственных регистрационных знаков. Либо полностью устанавливая на автомобиль подложенный государственный регистрационный знак, либо вносят какие-либо виды изменений символов государственного регистрационного знака. Но это всё определяется? Конечно, появляется. Опять предупреждаем вас, уважаемые водители, не пробуйте хитрить. Всё определится, и вас выведут на чистую воду. Не все водители при покупке автомобиля своевременно регистрируют его на своё имя. Часто водители не согласны с наложенными взысканиями, да? Что можно посоветовать в таких случаях? Если, допустим, человеку пришло письмо счастья, так называемое, а он уверен, что он не нарушил. Ну, наибольшее число жалоб, которые поступают в Центр фото-видео фиксации ГИБДД, связано именно с тем, что граждане продают свои транспортные средства по договору купли-продажи заключённому в простой письменной форме, не производя при этом переоформление права собственности на нового владельца. В дальнейшем новый владелец не выполняет свои обязанности по переоформлению права собственности на себя в течение 10 дней с момента покупки, и в результате чего штрафы за допущенные им нарушения правил дорожного движения получает старый владелец. Чтобы избежать подобных ситуаций, я рекомендую переоформлять право собственности при продаже автомобиля в день осуществления сделки. Если же при совершении сделки переоформление не осуществлялось, а новый собственник не выполнил возложенную на него законом обязанность, то необходимо с договором купли-продажи и документом, удостоверяющим личность, обратиться в любое регистрационное подразделение ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации ранее принадлежащего вам автомобиля либо мотоцикла. Прекратить регистрацию принадлежащего ранее вам транспортного средства по истечению 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи можно также и с использованием возможности единого портала государственных услуг без очного посещения заявителем подразделения госавтоинспекции. Заявитель может получить услугу при подаче заявлений через единый портал госуслуг, если является прежним собственником транспортного средства. Транспортное средство продано новому собственнику и к заявлению приложен договор купли-продажи. Вот я как раз хотела спросить про этот самый договор купли-продажи. Мы говорили уже с предыдущим сотрудником ГИБДД, который был в нашей программе, который говорил, насколько важно заключать договор купли-продажи, чтобы доказать, что с этого времени вы уже не ездите на этом автомобиле, да? Да, договор купли-продажи в любом случае лучше заключить в письменном виде с указанием даты и времени его заключения. Не забывайте, пожалуйста, и о подписях двух участников сделки. Очень часто встречаются случаи, когда договор просто подписан одной стороной. И он уже не является действительным? Наверное. Бывают случаи, когда постановления об административных правонарушениях, вынесенные сотрудниками центра, отменяются в рамках рассмотрения поданных жалоб. Расскажите, как обжаловать постановление по делу об административном правонарушении в случае несогласия с примененной мерой административного наказания и также об основанных причинах жалоб. Прежде чем ответить на вопрос о порядке обжалования постановления, хочу напомнить, что согласно примечанию к статье 1.5 Кодекса административных правонарушениях Российской Федерации на административные правонарушения в области дорожного движения, которые зафиксированы специальными техническими средствами, работающими в экологическом режиме, не распространяется принцип презумпции невиновности. Не распространяется. Не распространяется. В случае обжалования постановления, вынесенного сотрудниками центра, бремя доказывания обстоятельств, послуживших причиной несогласия с вынесенным постановлением, лежит на лице, которое привлечено к административной ответственности. При этом представленные доказательства не могут заранее иметь установленной какой-либо силы и подлежат исследованию в рамках рассмотрения каждой жалобы. Рассмотрение жалоб на постановление по делам административных правонарушениях осуществляется в соответствии с нормами, установленными Кодексом Российской Федерации. Об административных правонарушениях, поэтому они должны соответствовать определенным требованиям. Жалобы могут быть поданы лицами, указанными в статьях 25.1-25.5 Кодекса, в том числе лицом, в отношении которого вынесено постановление, либо его защитникам или представителям, имеющим надлежащие оформленные полномочия. А в какой срок, вот мы можем сказать, посоветовать водителям, в какой срок можно обжаловать вынесенное постановление? Жалобы на постановление может быть поданы в течение 10 дней с момента получения ее на руки на почтовом отделении. При этом данный срок может быть восстановлен в случае, если заявитель заявит ходатайство и представит доказательство того, что пропуск установленного срока обжалования произошел по уважительным причинам. В случае, если копия постановления по делу административного правонарушения, направленная по месту жительства, лица, который привлекается к ответственности, была возвращена должностному лицу с отметкой на почтовом отправлении об отсутствии этого лица по указанному адресу, либо о его уклонении от получения почтового извещения, а также по истечению срока хранения на почтовом отделении, а это всего 7 дней, то постановление, такие, вступает в законную силу по истечении 10 суток после даты возвращения его должностному лицу, который вынесло данное постановление. В таком случае следует считать, что должностное лицо выполнило свои обязанности к постановлению, а неполучение лицом заказной корреспонденции уже будет являться риском этого лица. Данная позиция также изложена в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Я так поняла, что письма непосредственно вручаются. Это не просто они рассовываются, что называется, по почтовым ящикам. Человек должен получить и расписаться. Совершенно верно, да. Это принципиально, да. Это принципиально, да. Данный порядок вручения заказной корреспонденции определен правилами Почты России. За каждое почтовое отправление человек должен расписаться. Существуют какие-либо бонусы, если человек, водитель, такой законопослушный, своевременно оплатил штраф, и, значит, ему вот государство сказал, молодец, мы тебе дарим 5 рублей. У нас существуют бонусы на оплату штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления. То есть, согласно части 1.3 статьи 32.2 Кодекса административных правонарушений, лицо, привлеченное к административной ответственности за совершение административного правонарушения, нарушения, предусмотренные главой 12 Кодекса, а это именно правил дорожного движения, не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа, штраф может быть уплачен в размере половины суммы. Но, к сожалению, данная скидка, в кавычках, не распространяется на правонарушения, которые совершены повторно. Это повторное нарушение скоростного режима, повторный выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. Ну, естественно, также это не распространяется на повторный выезд на красный сигнал светофора. Это считается грубым нарушением, поэтому здесь скидки не предоставляются. Если водитель накапливает штрафы, не желает платить, пусть мне приходят письма, пусть я за них расписываюсь, пусть я нарушаю, но платить я ничего не буду, что тогда? В данном случае, если нам не поступают сведения об оплате штрафа в установленный законом срок, а на это дается 60 дней, гражданину сотрудники центра видеофиксации в отношении данного гражданина вправе составить протокол по статье 20.25, это неуплата штрафа в установленный законом срок, и направить его на рассмотрение в мировой суд, и уже судья будет принимать решение. В основном это принимаются такие меры наказания, как штраф в двойном размере. Вообще принудительные меры, да? Вот мы часто говорим с теми же сотрудниками с судебными приставами, какие ограничения накладываются на должников сейчас, да? Вплоть до лишения права управлять автомобилем. Правильно, да. Если человек у нас еще также не оплачивает штрафы, то помимо составления протокола по статье 25.20.25, материал направляется в службу судебных приставов для уплаты уже в принудительном порядке, где приставы имеют полномочия наложить ограничения на имущество гражданина, собственника транспортного средства, также запретить ему выезд за пределы Российской Федерации, наложить ограничения на право управления транспортным средством. Жанна Владимировна, в начале программы вы говорили, что сейчас в Тверском регионе действуют более 100 комплексов автоматизированной фото-видео фиксации административных правонарушений. Что в плане? Планируется ли расширять охват камерами дорог Тверского региона? Конечно. Количество введенных эксплуатаций комплексов у нас ежегодно увеличивается. В настоящее время в рамках исполнения национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги планируется установка еще 18 комплексов, осуществляющих фото-видео фиксацию нарушений правил дорожного движения. Данные комплексы будут установлены на автодорогах регионального и межмуниципального значения. Еще 18 комплексов, да? Это ближайшее время, это на какой срок еще раз, скажем? Закупка у нас будет притворена до конца года. До конца этого 2020 года. Порядок поступления материалов в госавтоинспекцию. Вот фиксирует камера нарушения на дороге. Что потом с этим материалом происходит? Куда он поступает? Кто с ним работает? Сколько сотрудников работают в центре? Успевает ли? В настоящее время у нас в центре всего 31 сотрудник. Вся информация, которая выявляется комплексами фото-видео фиксации, по каналам связи поступает на сервер центра фото-видео фиксации, откуда поступает на рабочие места операторов. Операторы, сверяя марку госномера автомобиля, правильность считывания госномера автомобиля, подтверждают нарушения и автоматически... Материал, который отправляется водителем-нарушителем, он отправляется так же автоматически, как все это фиксируется автоматически? Да, естественно, постановление фиксируется автоматически. Единственное, что делает оператор, это подтверждает правильность данных. То есть фактически сверяет, что именно эта машина принадлежит этому владельцу, да? Сверяет фотоматериал со сведениями базы данных. Например, если на фотоматериале у нас автомобиль марки «Форд Фокус», база данных нам выдает, что да, действительно есть такой автомобиль с такими-то госрегистрационными знаками. То есть происходит полная сверка данных по транспортному средству, по собственнику. Сверяются полные данные, чтобы были адресы собственника тоже был полный. Ну то есть что, этот автомобиль какой-то неливый в том числе, да, идёт? Что по документам у собственника «Жигули», допустим, а тут прошёл какая-то другая иномарка, да, или «Камас»? Да, совершенно верно. То есть сверяется марка автомобиля, правильность распознавания, правильность считывания, то есть чтобы все сведения были верны. Подтверждается данный фотоматериал, и постановление формируется в автоматическом режиме, и также в автоматическом режиме формируется реестр всех постановлений, направляется на почту, где распечатываются, упаковываются и... И пошёл тот порядок, о котором мы уже говорили. Под подпись владельцу автомобиля приносится письмо счастья. На почте сотрудники почты должны выручить собственнику под роспись. Работы много, тем более, что камеры фиксируют круглосуточно, да, это сколько же материалов у вас поступает ежедневно? Считали когда-нибудь? Конечно, считали. Ежедневно мы выносим до 5000 постановлений. Ежедневно. И сколько же человек трудится с этим? Всего 31. Ну, с выходными днями, я надеюсь. Да. Здесь всё соблюдается, то есть успевают сотрудники? Стараемся успеть, мы уже офицеры. Ещё раз давайте скажем, что вот покупка вот этих новых 18 комплексов, о которых вы сегодня говорили, она осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Да, то есть автовладельцы за эти комплексы, за какие, платить не будут. Это всё запланировано в нацпроекте, да? Да. Наверное, про места установки следует ещё сказать, что именно проектным комитетом по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» утверждена определённая методика определения места размещения технических средств автоматической фото-видеофиксации и нарушения правил дорожного движения. И в соответствии с пунктом 1.6 данной методики места установки стационарных технических средств автоматической фото-видеофиксации и нарушений ПДД определяются владельцами автомобильных дорог и согласовываются ими с подразделениями госавтоинспекции на региональном уровне. То есть на основании ежемесячно разрабатываемых в Центре видеофиксации графиков, которые согласовываются с управлением ГАИ, передвижные комплексы у нас выставляются на дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения именно в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках. То есть не просто так, а бы где ставится камера, всё это подтверждено жизнью, да? Да. Где аварии? И опять же таки говорим, это безопасные и качественные дороги, это национальный проект. Вот вы сказали, можете ли сейчас приблизительно сказать, что огромное количество перерабатывается материалов, а порядок штрафов, который взыскивается, или это уже не подведомственность ГИБДД? Вынося штраф, мы ещё и контролируем его оплату. Это опять-таки работа со службы судебных приставов. Если оплату не поступает в базу данных госавтоинспекции, мы не видим о том, что штраф оплачен, мы направляем материал для принудительного взыскания службы судебных приставов. Ну понятно, понятно. То есть мы вот тут не говорим тогда сумма штрафов, чтобы сказать, сколько камеры приносит нам в казну, какое количество денег, это мы потом как-нибудь уточним и скажем. Жанна Владимировна, ваши пожелания участникам дорожного движения? Вот кто нас слушает сегодня? Ну, соблюдайте правила дорожного движения и удачи на дорогах. И, наверное, своевременно оплачиваете штрафы, которые вам пришли, да? Лучше их вообще не получать. Это верно. Уважаемые друзья, сегодня я беседовала с Жанной Глазковой, временно исполняющей обязанности начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Это была программа «Тема дня». В студии была Ирина Чекунова. Будьте здоровы. До свидания. До свидания.